Я уже сказал, что проблема, конечно, связана с общим вектором, если хотите, развития всего человечества. То есть паразитический уклад, ростовщический уклад сейчас находится на коне. Он буквально заполонил все, и массовую культуру, и экономику, и финансовую сферу, и производственные отношения, и торговлю. И буквально на каждом шагу мы ощущаем, как эта псевдокультура наступает и заполоняет все уголки, все клеточки нашей жизни. Противник очень серьезный. Авиценна Ибонсина, известный персидский ученый, врач, говорил, что сколько болезнь накапливаешь, столько ее и лечить. Вот мы после развала СССР накапливаем ее четверть века. Думаю, что быстро вылечить это не удастся, потому что мы потеряли несколько поколений. Мы несколько поколений отравили ядами вседозволенности, беспрецепности, безответственности, если хотите, и очень серьезными ложными ориентирами в самой жизни. Когда, извините, посмотрите, что творится на экранах девочкам по 15-16 лет, они уже хотят найти себе папочку 50-60-летнего и быть там при нем какое-то время, чтобы он им дарил яхты, пароходы и бриллианты. Как вы планируете это изменить за считанные 2-3 года? Да нет уж, придется очень постепенно делать. Теперь, что касается государства. Государство у нас все то же самое, оно в принципе стратегии своей не меняет. Оно просто ощущает, как земля трясется под ногами, как лед трещит, как весь каркас государства под давлением этой неправильной политики начинает трещать и рассыпаться. Страшно. Страшно, потому что он рухнет на голову тем, кто все это выстроил неправильно. И сейчас оно пытается делать первые попытки. Но, во-первых, не меняя самой своей природы, оно едва ли сможет изменить ту пагубную ситуацию, которая им же, этим же государством порождена. Это первое. Второе. Надо делать это достаточно энергично. Далее. Прежде всего, перенести акцент на сферу воспитания и образования. А в эту сферу воспитания я бы еще внес, конечно, всю массовую культуру. Надо что-то очень серьезное делать с этим шоу-бизом. Загонять его обратно в тот пыльный темный угол, где ему и положено быть. А на первый план выносить как раз пропаганду тех серьезных человеческих отношений, которая была, ну, буквально у нас под запретом все эти четверть века. И, конечно же, надо все снова переворачивать с головы на ноги с точки зрения отношения к иерархии ценностей. Рабочие профессии — это базовые профессии, на них держится все общество, никуда вы от них не денетесь. Таджиками и узбеками не решишь этих вопросов. Молодежь надо возвращать в строй. Для этого надо серьезно пропагандировать. Но не только. Надо выравнивать социальные уровни. Социальные уровни надо, как в советское время, например, многие рабочие получали больше инженеров и управленцев. Может быть, это и неправильно. Но сейчас управленцев и инженеров развелось столько, причем и управленцев плохих, и инженеров плохих, что в отсутствие рабочих совсем беда. Значит, надо, соответственно, рабочие профессии поднимать. Надо их рекламировать. Надо выпускать огромное количество разъясняющей, воспитывающей продукции во всех сферах социальной и прочей культуры. Надо разворачивать профессиональные технические учреждения, которые готовили специалистов разных уровней. Сейчас спросите любого предпринимателя. Вы не найдете рабочего, молодого рабочего, высокой квалификации, который, например, мог бы отремонтировать машину, запустить комбайн, встать у серьезного станка с программным цифровым управлением и так далее. Вот в чем проблема. Вырубили целые пласты, пласты профессионального сообщества. И молодежь туда, больше того, она не идет. Значит, ее надо каким-то образом туда возвращать. Вот какая гигантская перед нами задача стоит. А попытки решить вопрос, знаете, мелкими какими-то там шажками, туда деньги выдели, сюда деньги выдели. Мы прекрасно знаем, какова судьба у нас бюджетных денег, и сколько уходит в коррупционные отвалы и так далее. Это вопрос серьезный, первое, государственной политики. Второе, это вопрос культуры, образования и воспитания. И третье, это вопрос, ну если хотите, очень серьезных инвестиций. Не вот этих точечных укольчиков, которые государство делает там-сям в регионах, а серьезные государственные, практически национальные программы, целевой. Программы реструктуризации массового сознания, программы, если хотите, целевого, массированного наступления на те лжеценности и лжеориентиры, которые были внедрены в наше сознание после краха Советского Союза. Продолжение следует...